На газовой трубе стоим, которая идет на улицу Залиманную. Меньше метра отделяют этот дом и целый микрорайон от тепла. Газовая труба появилась здесь три года назад, однако подключиться к ней могут не все. Так без голубого топлива остался городок юность. Туда-то довели высокого давления, большую трубу, мы видели, как ее прям по улице раскопали. В принципе, в течение недели они все сделали. Но теперь с этого ящика надо тащить обратно более тонкую трубу. Никто этого не делает. В 2012 году районную котельную местные власти признали нерентабельной и закрыли. С тех пор людям приходится греться по старинке – дровами или электричеством. Неуютно, холодно, потому что отапливаемся кто как может. Ну вот я, например, у меня все комнаты закрываю, в одной комнате камень стоит, и вот нам вдвоем с мужем, и вот зимой вода по стенкам лечет. С этой проблемой жители городка решили обратиться за помощью к губернатору. Как оказалось, в администрации района ситуации уже знакомы. Глава муниципалитета заверил, что проект газопровода на стадии разработки. Через 8 месяцев после госэкспертизы строители смогут приступить к работе. На сегодняшний день получены технические условия. Проведена работа по топосъемке, то есть определение прохождения трассы. В 2020 году мы запроектируем, и, соответственно, в 2021 году будем строить. А сколько срок выполнения работ, например? До конца 2021 года абсолютно. То есть в Новый год, 22-го года они встретят с газом, так я понимаю? Да. Из другой станицы, но уже Абинского района на приеме потомственная казачка. Светлана Попович здоровается с главой региона, словно бы они из одной станицы. В районе у нас уже есть такие площадки, мы все это видим. И вот мы обращались к нашему главе района, Вячеславу Александровичу, он поддержал нас. Но дуже дорого стоит эта площадка, понимаете? С неподъемной суммой поселковый бюджет не справляется, поэтому региональное министерство спорта уже внесло площадку в Менгрельской в свои планы. В регионе за 15 лет построили больше 600 таких спортивных площадок. В следующем году ведомство собиралось возвести 10 комплексов, но губернатор вносит коррективы. Давайте сделаем так, я деньги вам дам на 20 площадок. И это тоже ничто. Но хотя бы 20 площадок в год. И еще раз подчеркиваю, по цене они не такие дорогие. А эффект от них, эффект огромный. Из небольшой проблемы станичников Абинского района в ручном режиме рождается проект комплексной зоны отдыха. После диалога с главой района выясняется, что рядом стоит дом молодежи, который давно планирует восстановить. Вениамин Кондратьев призывает браться за задачу сразу, более масштабно. А эта спортивная площадка, Вячеслав Александрович, она где будет по локации? Она будет располагаться в центральной части, недалеко от администрации. Но она будет началом для развития определенного земельного массива. Там есть старое здание, заброшенное старого дома культуры. Небольшой берег реки Аушет, который мы планируем впоследствии облагородить в рамках комфортной городской среды. Давайте сделаем так. Если вы с этим клубом, так называемым, планируете эту спортивную площадку многофункциональную, то, естественно, она будет смотреться не то, что кратно, выигрышней, чем рядом, скорее всего, клуб. Поэтому, если уже заниматься, то заниматься по-хозяйски нужно в комплексе. Тогда уже и клубом, и этой площадкой. И сделать вот такой досуговый центр для молодежи. Вот подготовьте в целом концепцию развития вот этого массива, этой территории. Если там многофункциональная площадка в следующем году будет уже строиться, то быстренько, быстренько делайте проект. И давайте посмотрим, что мы сможем сделать из этого клуба. Из всех, кто был на приеме сегодня, большая часть именно из небольших поселений. Станичная инфраструктура не должна отставать от городской. Но есть проблемы и в краевой столице. Слишком быстрая растущая периферия Краснодара вызывает серьезную нагрузку на социальную сферу. В Танице Елизаветинской жители беспокоит местная поликлиника. В ней уже несколько лет нет аппарата УЗИ, а рентген работает на пределе мощности. Просить новый приходится у главы региона. То, что должно делаться в рамках системы, в рабочем порядке, делается в том случае, если кто-то пробивается либо к главе города, либо к губернатору, и только потом начинает что-то делаться. Конечно, нужно рентген оборудование, и все это должно быть. Но не потому, что кто-то до кого-то добежал, а потому, что мы изначально на всех уровнях власти, и поселковой, и муниципальной, и краевой, должны изначально просто чувствовать человеческой душой, что это все нужно. Ну, конечно, этот вопрос все равно должен был разрешен быть до того, как мы попали на прием к губернатору. Но в моем понимании так. Почему люди-то и возмущаются? Потому что нужно все время штурмовать либо кабинеты, либо этажи, либо стены, либо эти здания административные, чтобы что-то получилось. Либо чтобы что-то они получили от власти. На самом деле, мое глубокое убеждение, что власть должна здесь быть впереди людей, им не нужно штурмовать. Это мы должны понимать, ощущать, как они живут, и что нужно сделать для того, чтобы они ничего и никого не штурмовали. Вопрос решается по-медицински оперативно, прямо на встрече. Министр здравоохранения пообещал решить эту проблему в феврале будущего года. Несмотря на высокую цену оборудования, около 17 миллионов, деньги в краевом ведомстве уже запланировали. За исполнением всех сегодняшних поручений губернатор проследит лично. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...